МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Открой Дагестан!" Второй международный туристический форум собрал в республике тех, для кого отдых, работа. А таких все больше, ведь количество гостей страны гор измеряется уже сотнями тысяч. Движимые цифры недвижимого имущества. К чему приведет рост кадастровой стоимости недвижимости? Всегда ли жильцам комфортно после благоустройства дворов? Узнавали мои коллеги. Здравствуйте! Это итоги недели на канале ННК. И я, Мурат Ахмедов. Мой Дагестан – комфортная городская среда. Ход реализации этого масштабного проекта обсудили на совещании у главы Дагестана Владимира Васильева. Основная цель проводимых работ – благоустройство общественных и придомовых территорий. В текущем году муниципалитеты республики получили субсидии с федерального бюджета в размере более 1 миллиарда рублей. Освоены они будут в 10 городах и 29 муниципальных районах Дагестана. В 2019 году, согласно проекту, предусматривается благоустройство более 200 объектов. На сегодняшний день освоено 305 миллионов 196 тысяч рублей, что составляет 30,5%. Прогноз по освоению на 1 ноября составляет 50%. Для улучшения контроля за ходом реализации партийного проекта в региональном полицовете было принято решение, что лучше будет установить камеры видеонаблюдения на всех участках. На сегодняшний день установлено 145 камер, это составляет 67%. На сегодняшний день фактически на всех объектах подготовительные работы, значит, на одних уже полным ходом работы идут. Глава Дагестана положительно оценил ход работы. По словам Владимира Васильева, работа общественных координаторов позволила существенно снизить риски срыва исполнения нацпроектов. И увеличила скорость обмена информацией между муниципалитетами и центром. Как член нашего высшего политического органа имею право сказать, что я вам очень признателен. Спасибо вам большое за работу. Вы назвали некоторые вещи, на мой взгляд, очень системные, правильные. Нам надо работать над этим. Спасибо большое. На неделе в республике прошел второй международный туристический форум «Открой Дагестан». Его цель – укрепление положительного имиджа региона, создание на юге России профессиональной деловой площадки для продвижения местного турпродукта. Практически все районы республики в рамках форума представили свои промыслы, традиции и кухню. Посетил площадку и глава Дагестана Владимир Васильев. Я очень признателен, что сегодня в этом зале создалось столько людей, которые посвятили себя этой теме. И хочу вас всех за это поблагодарить. Потому что туризм, он как ни что-то другой. Особенно в нашем времени, в непростое время. Вот у меня знакомые, я сейчас с ними разговаривал вчера, показались в Испании, в Барселоне. Тоже музей, гостеприимнейший город. Невозможно жить, невозможно вылететь. Это к нам с вами, здесь представители власти. Форум продлился два дня. В его рамках прошли выставки, фестивали и конференции. Кроме того, были презентованы инвестиционные проекты по созданию и реконструкции туристско-рекреационных кластеров. Также прошли семинары и мастер-классы ведущих российских и международных экспертов в сфере туризма. Первый форум Open Дагестан прошел в республике в сентябре 2014 года и собрал тогда порядка 800 участников. Отметим, что по официальным данным, за последний год регион посетила более 700 тысяч туристов. Зеленые насаждения не пострадают. В мэрии Махачкалы опровергли информацию о вырубке 150 деревьев во время реконструкции площади. Напротив, по словам экспертов, на обновляемой территории создадут новые зеленые зоны. Ни одно дерево в рамках капитального ремонта площади не будет, не пострадает. На площади будут обустроены зоны для отдыха горожан и гостей. В рамках работ предусмотрена высадка 54 новых деревьев, порядка 25 кустарников. Сразу оговорюсь, что, учитывая, что работы мы делаем осенью, заканчиваться они будут уже фактически зимой. К сожалению, часть растений мы не сможем посадить сразу зимой, поэтому они просто погибнут. Поэтому во всей своей красоте горожане увидят площадь к весне. Отметим, что реконструкция предусматривает обновление покрытия и замену коммуникаций. Кроме того, площадь будет декорирована орнаментами, повторяющими узоры национальных ковров. Также новая площадка для отдыха горожан будет адаптирована для потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения. Завершить работы планируют до конца года. Аналоговое вещание ушло в прошлое. В начале недели во всей России был дан старт новому цифровому формату телевидения. 21 регион страны получил более качественное изображение на экранах телевизоров. Как в регионе прощались целая эпоха аналогового ТВ, расскажет Камиль Девятов. Прощаются с аналоговым телевидением в республике вот таким образом. Традиционная дагестанская лезгинка по случаю праздника. В домах дагестанцев будет вещать уже новое цифровое ТВ. Это событие специалисты называют историческим. Это качество изображения, это заметно. Я думаю, что вот та подготовительная работа, которая была проведена технически в нашей республике, самое главное, вот я порадовался, самый высокогорно-населенный пункт в Европе, село Куруш. До сих пор, к сожалению, не имело даже аналогового вещания. Сегодня, с сегодняшнего дня, вот с этой минуты, они получают чистое, значит, великолепное, новое, ну, скажу, очень качественное цифровое вещание. 21 регион получит новое идеальное изображение на экранах телевизоров. Буквально за несколько секунд завершилась эпоха аналогового вещания, длившаяся больше половины века. Команда подключения аналогового вещания в Субъектахстан выполнена. Теперь весь федеральный телеконтент в отличном качестве. Любимые сериалы, новости и спортивные передачи дагестанцы увидят без рябий и помех. Все действительно получат телевидение нового поколения, нового качества, которое действительно приятно смотреть, с точки зрения контента и, конечно, с точки зрения качества. Перейти на цифру довольно просто. Если у вас цифровой телевизор, то никакого дополнительного оборудования не потребуется. Специальная приставка понадобится тем, у кого телевизор не способен принимать цифровой сигнал. Возвращаясь к теме цифровой революции, то она обошлась государству в 174 миллиарда рублей. Камиль Девятов, Мусас Алгиреев, телеканал ННТ, Махачкала. Будущее за дружбой народов. Под таким лозунгом Махачкале прошел второй международный студенческий форум. В нем приняли участие гости из зарубежья и разных регионов России. Пообщался с делегатами Хамза Нурмагомедов. Азербайджан, Белоруссия, Москва, Осетия и Чечня. Студенты и педагоги этих стран и регионов приехали в Дагестан, чтобы заявить будущее за дружбой и пониманием. Всего 50 человек. Многие из них на форуме впервые. Я впервые в Дагестане. И меня очень поразило гостеприимство, погода и природа. Тут просто прекрасное. Большие впечатления. Все очень нравится. В этой дружественной обстановке нам очень приятно видеть дружественных людей и дружественные для нас народы. Обовлечение других культур. Культура твоего народа – это положительно сказывается на развитии. Гостеприимно встречают в таком солнечном Дагестане. И мы рады увидеться с коллегами и поговорить по таким насущным проблемам. Гости приехали не с пустыми руками. Они привезли с собой национальные блюда, напитки, костюмы и символику родного края. Это, ну, по-русски это «Братина», да, а у нас называется «Чаша Вацамонга». То, что пускали по кругу обычно воины, и каждый глоток делал по-братиму. Поздравить с началом форума на открытие пришли представители власти республики, директора учебных заведений, а также именитые спортсмены и общественные деятели. Все в один голос говорят о важности дружбы народов во благо всего человечества. Мероприятие продолжилось культурной программой. Форум уже второй год проходит по инициативе руководства промышленно-экономического колледжа. Директор учреждения Мария Мгамидова уверена, это мероприятие поможет ребятам разных народностей больше узнать о культуре и быте друг друга, подружиться и навсегда избавиться от стереотипов. Мы хотим сегодня создать атмосферу дружбы, любви, взаимопонимания, чтобы это тоже продолжалось и продолжалось. Поэтому сегодня очень ответственный день, волнительный для нас, для всех день. Я думаю, что этот форум будет проходить два дня, будут дискуссионные площадки. За эти два дня студенты примут участие в работе дискуссионных площадок. На них будут говорить о возрождении нравственных ценностей среди молодежи и воздействии интернета на поведение человека. Помимо этого, для гостей проведут экскурсию по достопримечательностям Дагестана. Хамзанур Магомедов, Магомед Магомедов, Мурат Бигбарзов, телеканал ННТ, Махачкала. Соглашение на 2 миллиарда рублей подписали дагестанские предприятия с зарубежными и отечественными партнерами на выставке в Москве. Договоренности были достигнуты в рамках агропромышленного форума «Золотая осень-2019», прошедшего в столице. Так, махачкалинский мясокомбинат будет поставлять баранину сразу трем иранским компаниям на общую сумму 730 миллионов рублей. Абатыр Бройлер из Хасавюртовского района и Екатеринбургский Технекс договорились о поставке оборудования для строительства в Дагестане завода по выработке комбикорма на сумму 75 миллионов рублей. Из Кизляра в Москву будут отправлять капусту, виноград, тыкву, морковь, свеклу, яблоки и сливу. Цена контракта – 118 миллионов рублей. В этом году, как никогда, мы поработали с экспортерами и импортерами продукции. Более чем на 1,6 миллиарда рублей мы заключили контактов с иранскими партнерами на поставку мяса баранины. Более чем на 500 миллионов рублей заключили контактов на поставку мяса птиц в Азербайджан и в Киргизию. Заключили соглашение о поставке к нам кормового завода. Сейчас порабатываем вопрос заключения соглашения с рядом регионов Российской Федерации о сотрудничестве. Так что принцип позитив большой. Я очень благодарен нашим аграриям. Обновления – это далеко не всегда перемены к лучшему. Особенно, когда имеет место формальный подход к освоению бюджетных средств. Многие подрядчики спешат отчитаться и на скорую руку проводят некачественный ремонт дворовых территорий. Так в Дербенте работы по программе «Комфортная городская среда» принесли жителям ощутимый дискомфорт. Подробности в сюжете по темат Ханаповой. Бракованные качели, небезопасные беседки и песочницы старого образца. И это не полный список претензий к подрядчику. Работы были недавно завершены. Однако, как рассказывают горожане, по окончанию благоустройства их ожидало разочарование. Конструкции плохо смонтированы, шатаются и опасны для детей. Вот так, вы пойдете, пожалуйста, не надо. Идите туда, идите туда, сидите, посмотрите. Это неправильно. Это в следующем днях. Через 30 лет живу я. Вот она, Вад, Наталья. Ты ее назвал больной. Это тоже больной? Смотри. Мы тоже больные? Мы тоже больные. Да все больные. Недоволен качеством благоустройства двора и мэр Дербент Ахизрия Абакара. Во время проверки объекта градоначальник отказался платить за работу и потребовал от подрядчика устранить все недочеты. Поставь нам заводскую, поставь нам безопасную, поставь нам нормальную беседку, поставь нам нормальную заводскую. Вот это ерунда у тебя. Я тебе говорю, посмотри, посмотри, понаставлю, приходи ко мне на расстояние, я тебе покажу. Посмотри, посмотри, уже... Не, ее ломают. Слушай, не нужно. Не нужно. Вот ты говоришь, ты сейчас отверждаешь, посмотри, как сватка сделана. Это безопасность, да? Подещовка, я решил нам понаставить здесь вещи и доказывать, что ты хороший. Спасибо, подещовка. Это оборудование должно быть сертифицировано. Это самодельная контроль. Ты пришел сам. Вот я тебе показываю. Здесь можно ногу оторвать. Это не заводская. Это одно. На нее сертификат есть? Есть сертификат. Махачкаля делают. Сертификат, что за тем? Я сейчас могу на них суд подать. Махачкаля делают. Я на них могу суд подать. Они у них сертификат, никто им сертификат не даст, только их самопал. Сертификат дают на производственные объекты, которые на производстве делают, это самопал. Это дом номер 8. Расположена она на улице 345-я Дагестанская стрелковая дивизия. По информации пресс-службы Дербента, на благоустройство этого двора было выделено 1 миллион и 800 тысяч рублей. То, что средства потрачены не по назначению, видно и невооруженным взглядом. Вопрос в другом. Успеет ли подрядчик теперь исправить все в срок? Патемат Ханапова, Мурат Бекбарзов, новости ННТ, Дербент. Вот уже месяц десятки дагестанских ветеранов афганской войны ночуют в Махачкалинском парке. Они требуют предоставления положенного им по закону жилья. Протест отразился и на здоровье митингующих. С подозрением на инсульт одного из участников пикета доставили в больницу. Продолжение темы. Сюжет Луизы Раджабовой. Его забрали прямо из палатки, где он и его боевые товарищи в знак протеста организовали круглосуточную вахту. За целый месяц, признается Джалу, в душе накопилось многое и пережитая афганская война, и равнодушие властей. Ничего не поменялось. Неужели руководители Республики Дагестан не хотят встретиться с этими нашими ветеранами войны в Афганистане? В 19 лет из родного Буйнакска сначала в Кандагар, потом в Шиндант. На войне служил в авиации. Теперь Джалу Джалалов председатель Буйнакского отделения союза ветеранов Афганистана. Обещанного вот уже 30 лет жилья он так и не получил. Зато чуть не получил инсульт. Мы планируем дальше. Мы и будем планировать. Мы эту акцию не будем. Наверное, руководитель Республики Дагестан Васильеву не знают. До него не доносят. То, что мы находимся в палатке. Мое личное мнение это. Но ребята будут стоять до конца в палатке. Мы оттуда не собираемся. Афганец. И он раньше тоже лечился. У него были черепно-мозговые травмы. И тот период, что он находился на открытом воздухе, и тем более переживал и психоэмоциональные нагрузки, дали себе знать. Пациента доставили на больнице в скорую помощь. Он не мог ходить. Его на каталке привезли к нам с подозрением на инсульт. Мы его приняли, обследовали. И они нашли инсульта. Не подтвердился диагноз. Но у него были высокие цифры артериального давления, головные боли, головокружение, общая слабость. Голодовка теперь сменилась на бессрочный пикет. И это все для того, чтобы привлечь внимание республиканских властей. Однако за прошедший с начала акций месяц из республиканских чиновников с ними встретились лишь депутаты народного собрания. Встреча, как говорят, в таких случаях ничего не дала. Тем временем жители близлежащих к парку домов и просто проходящие мимо горожане помогают ветеранам то продуктами, то просто добрым словом. Очень обидно, что в Дагестане вот такое положение, что те люди, они все инвалиды. Инвалидности нет, квартиры не дают, жилья нет, пенсия, копейки, на которые существуют. Проходился просто по парку, вижу, что люди, те, кто воевали, были на войне, те, кто защищали по призыву Родину, они сидят, устроили забастовку, голодовку, потому что им не предоставляют тех благ, которые были, должны предоставить им. Мне обидно за таких людей, потому что люди, которые вносят вклад в страну, не оценены по достоинству. Уже пора обратить внимание, потому что я на протяжении уже месяца отсюда прохожу на работу, здесь рядом работаю, вот вижу их здесь. Им нужно оказать помощь, но, видите, государство помощь не оказывает. Конечно, нужно на это обратить внимание. К людям простым, неважно, ветераны мы или не ветераны, суть в том, что законы должны быть для людей, а не люди для законов. И это беззаконие, которое сегодня есть, это нужно менять. Что-то нужно делать, но так не может продолжаться. Мы надеемся, в любом случае, мы будем здесь до последнего, пока глава республики нас не услышит. Когда такое было, чтобы вот такое отношение было к ветеранам, афганцам, никогда такого не было. Это впервые у нас история. Год назад у нас было? Вот как Гасани сказал, мы были везде, только осталось, вот с крыши правительства прыгнуть, в остальных местах мы уже везде были. Не знаю, нас нигде не слышат. Я не знаю, они все спят, что ли, я не знаю. Уже месяц дагестанские ветераны Афганистана живут в парке, который был разбит в Махачкале в их же честь. И сколько они здесь еще пробудут, вопрос все еще открытый. К тому же, скоро ударят морозы, значит, в пору заказать утепленную палатку и печку-буржуйку. Прекратить акцию протеста афганцы не собираются. Во всяком случае, до той поры, пока их не услышат на самом верху. Луиза Раджабова, Муса Салгиреев, Магомед Магомедов. Новости ННТ, Махачкала. Многократный рост кадастровой стоимости и недвижимости вызвал большой общественный резонанс в республике. По словам владельцев различных объектов, такая единовременная переоценка некорректна, так как не учитывает множество нюансов. За эту неделю в регионе этой насущной проблеме было посвящено несколько заседаний и слушаний с участием общественников, экспертов и чиновников. К чему пришли в результате долгих споров и обсуждений, расскажут наши корреспонденты. В 5, 10 и даже в 50 раз стоимость участков после пересмотра выросла как на дрожжах. Такие изменения, конечно же, возмутили владельцев недвижимости. Ведь чем больше цифра по годастру, тем выше сумма налога и других платежей. Насколько я понял этим вопросом, когда занимался, они взяли просто с Авито. Как правило, Авито всегда бывает первоначальницей на завышенной. Потом идет переговор, и они могут кратно снижать его. Но они взяли по максимуму. Так получилось, что по одному, по двум земельным участкам они весь микрорайон могли оценить. Абсолютно никакого обоснования там нет. Благо, стоимость объектов пока что предварительная, и ее можно оспорить в досудебном порядке. Чтобы доказать, что цена определена неверно, нужно подать декларацию. Представители власти в свою очередь признают, что у оценщиков могут возникнуть неточности и ошибки. Мы все с одной стороны. Абсолютно открыты, абсолютно доступны. И ни в коем случае не говорите никому даже, что вот нужно идти в суд, нужно тратить деньги, нужно заказывать какую-то независимую рыночную оценку. Все это неправда. Все это неправда. Достаточно привести хоть какое-то обоснование того, почему вы считаете, что ваш объект стоит гораздо меньше, написано. Мы хотим, чтобы эта кадастровая оценка была справедливой. Говорю абсолютно искренне, не вижу смысла как-то лукавить. Несмотря на возможность оспорить, политикой проведения оценки возмущены многие. Сначала совещание с участием всех сторон проводит общественная палата, затем уполномоченные по правам предпринимателей, а после даже фонд имама Шамиля. По словам президента общества, к ним поступают десятки жалоб от населения. Некоторые из них не в курсе, что стоимость можно обжаловать. На этом совещании хотим обратиться к президенту Российской Федерации, главе Республики Дагестан с просьбой, чтобы перенесли сроки рассмотрения этого вопроса минимум на год, а хотелось бы даже и на два года, чтобы довести до людей, чтобы люди были подготовлены, что все это нужно делать, но в рамках закона, и чтобы довести до людей до того, как принять этот закон. По роду своей деятельности я бываю практически во всех районах Республики Дагестан, городах. Когда я разговаривал с людьми, к сожалению, 98% об этом даже знать не знают, а многие даже не знают, что такое кадастры, поэтому очень плачевное состояние. Дома оценены, они не в курсе, почти что повсеместно так. Эксперты отмечают, что система абсолютно невыгодная для физлиц, владельцев квартир и домов. Если, допустим, у бизнесменов или предпринимателей есть какой-то доход, то обученный житель такие большие налоги на имущество может просто не потянуть. По словам экспертов, не стоит забывать, что в республике низкий уровень жизни и большая безработица. Надо было изучить еще платежеспособность дагестанцев, и даже не Москва. У нас иногда в раз в 10 меньше средний душевой доход, чем среднего москвича. Поэтому надо было дифференцированно подходить в зависимости от уровня. В Грузии пришедший к власти новый руководитель там, он резко снизил налоги. В своем интервью он говорил о том, что после снижения произошел резкий скачок собираемости. Все начали платить, а раньше налоги были для многих бедных грузин неподъемными. В тот период, когда каждая копейка на счету как у бизнеса, так и у граждан работа по проведению оценочной деятельности становится сверхважной. Высшая оценка объекта, больше налогооблагаемая база. А то, что налоги в казну должны поступать соразмерно доходом населения, об этом чиновники почему-то думают в последнюю очередь. Батимат Ханабова, Магомед Магомедов, новости ННТ, Махачкала. На неделе в Татарстане в Болгарской Исламской Академии проводился международный форум «Богословское наследие мусульман России». В его работе принимала участие и дагестанская делегация. На очередной научно-практической конференции религиозные деятели, историки, а также представители научной интеллигенции из разных регионов России говорили о правах мусульман в светском государстве. Также затронули вопросы сохранения и укрепления семьи и духовно-нравственного воспитания молодежи. В первую очередь хочется отметить высокий уровень организации форума. Желаю, чтобы он был ежегодным, чтобы он имел продолжение, потому что на самом деле насыщенные проблемы поднимались и в скором будущем надеемся на их реализацию. Сегодня мы видим активное взаимодействие мусульман разных регионов, мы видим активный обмен опытом, обмен информацией, обмен книгами, написанными в разных регионах. И это все наше богатство, это все наше общее достояние мусульман, живущих на этом пространстве. Тем временем в горах Дагестана идет активный сбор урожая. Так в селе Целитль Гумбетовского района в рамках фестиваля «Горская осень» местные жители собрались для совместной жатвы. Сейчас самое время для сбора полбиной пшеницы. Подробнее о том, как целитринцы обрабатывают свои поля и стараются сохранить традиции предков в сюжете Карины Баталовой. Лопасти комбайна активно работают, нужно успеть собрать рожи и пшеницу почти с гектара земли. Этот участок фермер Магомед Мухеддинов приобрел для выращивания уникального сорта пшеницы – полбы, которым занимались еще и его предки. По словам горца, для него важно производить экологически чистый продукт. Эта культура называется полба. Некоторые, даже можно сказать, большинство не знают даже название этой культуры. Паварский – это буа. В чем же ее преимущество? Раньше из этой полбы делали толокно, этот эх по-аварски, и из него делали, очищают печень. Односельчане довольны, ведь в хозяйстве всегда нужны помощники, а это дополнительные рабочие места. В период сезонных работы на постоянной основе за комбайном и за трактором. Эту технику, кстати, фермер Махеддинов приобрел за свой счет. Я думаю, что в следующем году намного больше людей будут сажать, выращивать эту продукцию. Люди, молодежь, которые намного больше будут заниматься сельским хозяйством. Участники фестиваля также посетили строящуюся мельницу и другие объекты села. Гости остались довольно увиденным. Краски горска осени и трудолюбие горцев оказали на них незабываемое впечатление. Карина Баталова, Мурат Бекбарзов, телеканал НЛТ, Кумбетовский район. И это главное, чем запомнилась нам эта неделя. До встречи в следующее воскресенье. Удачи вам, друзья! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова